В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Капитальный ремонт и строительство школ, дорожной инфраструктуры и ФОКа. Глава региона Глеб Никитин посетил Саров с рабочим визитом. Государственный символ бело-сине-красного цвета. 22 августа день российского флага. Крем-пауэр-про. Саровчанка Анна Архипова, серебряный призер всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Далее расскажем обо всем подробно. Технопарк Саров, КПП номер 4, 10-я школа. Эти объекты посетил глава региона Глеб Никитин во время рабочего визита в наш город, а после встретился с саровчанами в драматическом театре, чтобы ответить на их вопросы. Горожан интересовали, какое место занимает Саров в стратегии развития области, в каких специалистах нуждается регион, как обстоят дела с культурой и спортом. Были и более локальные темы о судьбе ФОКа и 11-й школы, о расселении аварийных домов и очереди на жилье. Вместе с Глебом Никитиным на вопросы отвечали представители профильных министерств Нижегородской области. 21 миллиард рублей необходим на реконструкцию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте в Нижегородской области. Среди них и наша школа номер 10, в которой из-за аварийного состояния здания занятия не проводятся уже почти полтора года. Восстановительные работы в ней начнутся уже в ближайшее время. Об этом заявил Глеб Никитин во время своего рабочего визита в Саров. Глава региона отметил, что средства на ремонт здания уже выделены и ситуация находится под полным контролем. Я поставил задачу, чтобы глава города и руководство города и министерство образования держали полностью процесс на контроле, что 1 сентября 2019 года можно было запустить уже образовательный процесс. А вот судьба новой 11-й школы пока под вопросом. О том, когда же ее наконец построят, спросили саровчане на встрече с главой региона в драмтеатре. По школе уже разработана проектно-смертная документация. Это мы можем подтвердить. И я думаю, что по той программе, которая сейчас включена на 2021-2022 годы, то, что в школе ситуация уже есть второй смены, и то, что там 140 детей в этом году занимаются во второй смене еще, это мы знаем. Не обошли вниманием горожане и тему ФОКа. Его появление в Сарове ждут уже долгие годы. Как отметил Глеб Никитин, проект комплекса очень дорогостоящий. Если типовой ФОК стоит порядка 400-450 миллионов рублей, Саровский в два раза дороже. Я думаю, что перспективы есть очень хорошие. И решить этот вопрос на условиях концессии. Потому что большой спрос на спорт, неудовлетворенный, большое население, но высокообразованное, социально ориентированное. И я думаю, что мы на основе концессии возьмем, заключим соглашение и, естественно, профинансируем частично этот объект. Потому что 800 миллионов таких средств, по крайней мере, в ближайший год нет точно. Можно на основе условий концессии, можно будет начать. Я это получение уже дал сегодня, проработать этот вопрос. Есть инициаторы, мне сказали. Есть с кем разговаривать, это не абстракция. С дорогой Саров-Кременки все намного конкретнее. Рабочие движения через КПП номер 4 обещают открыть буквально через пару недель, к первому сентября. Главные графики мы сейчас поджали. Поставили задачу, чтобы к началу сентября открыли движение. Я думаю, что это абсолютно реально. В начале сентября ждите открытия движения. Задавали горожане и менее глобальные вопросы. Например, интересовались судьбой домов на улице Привокзальной. Когда их, наконец, признают аварийными и расселят жильцов в более пригодные для жизни квартиры. По аварийным домам имеются вполне определенные критерии, которые мы должны рассматривать и, соответственно, признавать или не признавать. А второе, для того, чтобы переселить, надо у нас запустить большой береговский проект. Соответственно, мы над этим работаем. У нас в этом плане есть территория. Ну, я не могу сказать, что я угнетариваю ответом, Алексей Ильич. Я, конечно, ценю, что вы озабочены проблемой. Но вопрос надо совершать совершенно конкретно. У нас, вы считаете, что эти дома аварийными быть не могут? Давайте, во-первых, на свою комиссию тоже пошлем. Давайте. Александр Александрович, на предмет обследования аварийной или не аварийной. Инвестиционный проект на этой территории с появлением квартиры в другом месте, предоставлением квартиры в другом месте, это, в принципе, конечно, решение. Но только его надо оформулировать быстро. Спрашивали саровчане и про судьбу ТАСЭР, про технопарк Саров, про появление электробусов в Сарове, стратегию развития региона, капитальный ремонт и про многое другое. На честь вопросов ответы были получены сразу. Часть Глеб Никитин взял под контроль. Встреча с главой региона и министрами Нижегородской области продолжалась более двух часов. На прошедшей неделе пятеро саровчан были задержаны сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Один из них повторно. В ходе других операций был выявлен ряд нарушений тонировки стекол и перевозки детей. Также сторожи дорог зарегистрировали ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. Многие привыкли, что аварии на дорогах в нашем городе чаще случаются на оживленных перекрестках и многополосных магистралях. Однако одно из последних ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Чапаева. Водитель автомобиля Киа Соренто не уступил на перекрестке дорогу женщине за рулем, в результате чего иномарки столкнулись. Миссубиси ударила его в бок, в результате чего продолжила движение уже от удара и выехала на тротуар, где шла женщина с 47-го года рождения. На нее совершил наезд. Водители автомобилей не пострадали, пешехода после осмотра медики отпустили домой. По факту причинения вреда здоровью заведено административное дело. А для того, чтобы неприятных ситуаций на дорогах возникало меньше, стражи дорог регулярно проводят профилактические операции. Одна из таких посвящена началу нового учебного года. Привлечь внимание водителей на то, что сейчас учебный год начинается. Дети будут сейчас бегать у нас в школу, из школы. Летом все отдохнули, половину все забыли уже, как надо себя вести на дорогах. Конечно, будем напоминать, будем проводить сейчас беседу. Водителям и юным пешеходам в очередной раз напомнят правила дорожного движения и управление двухколесными транспортными средствами. Акция «Мы вернулись» областная и проходит 31 августа во всех городах и населенных пунктах нашего региона. В преддверии нового учебного года сотрудники Государственного пожарного надзора проверили соблюдение требований пожарной безопасности в детских садах. Комиссия по приемке дошкольных образовательных организаций посетила 41 здание. Сотрудники МЧС уделили особое внимание работе систем автоматической противопожарной защиты, наличию исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов. По результатам работы комиссии нарушений требований пожарной безопасности в детских садах выявлено не было. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минюст Россию утвердила материальную форму по чаяниям граждан, помогающим полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений. Размер вознаграждения от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. Для того, чтобы прибегнуть к помощи населения в поимке злоумышленника, подразделение органов внутренних дел должно обратиться в Департамент по финансовой и экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД. Действовать этот нормативный акт начнет после официального публикования на сервере органов государственной власти России. 22 августа «Радиорекорд» празднует свой 23 день рождения. За это время «Рекорд» завоевал статус самого авторитетного танцевального радио, открыто вещание более чем в 160 городах России. Создал свой лейбл и билетный проект, а также провел сотни фестивалей в России и за ее пределами. В нашем городе «Радиорекорд» вещает на частоте 101,9 FM. Свобода, вера и державность. 22 августа отмечается День российского триколора. Флаг – официальный символ страны наряду с гербом и гимном. Бело-синий-красный флаг размещается на зданиях государственных учреждений. А в дни праздников и важных для страны событий триколор украшает улицы и площади городов. У российского триколора более чем 300-летняя история, которая связана напрямую с именем Петра Первого. Император сам начертил образец, определил порядок горизонтальных полос и обязал торговые суда ходить под бело-синий-красным полотнищем. До этого функцию флага на Руси выполняли православные знамена, которые назывались хоругвиями. На них чаще всего изображались лики святых. Впервые знакомое нам расположение бело-синий-красных полос ввел Петр Первый в так называемом флаге царя Московского. Свои корабли в конце 17 века он водил под таким флагом, а позже уже утвердил его с торговым флотом. Сегодняшний государственный флаг полностью соответствует российскому флагу эпохи Петра Великого. Составляя флаг, император сделал так, чтобы расположение полос совпало с древнерусским пониманием мира. Внизу красный цвет – мир физический, синий – мир небесный, а белый означает мир божественный. А вообще красный цвет традиционно считается цветом русских царей, синий цвет – цвет Богоматери, покровительницы Русской Православной Церкви, а белый цвет – символ чистоты и гордости. В 1991 году после августовского путча полотнище из трех полос признали официальным национальным флагом в нашей стране. Значение его цветов саровчане трактуют по-разному. Белый цвет – это небо, синий цвет – это море, а красный цвет – это наши силы. Красный – это народ, белый – это светлое небо, но синий – тоже светлое небо. К дню флага сотрудники библиотеки имени Пушкина подготовили выставку «Один флаг – одна Россия», на которой юные читатели смогут узнать все об истории Триколора. Килограмм из железа, сила и воля к победе. Саровчанка, фитнес-тренер и преподаватель по физической культуре Анна Архипова стала серебряным призером во всероссийском мастерском турнире по пауэрлифтингу «Крым Пауэр Про». Принять участие в столь престижных состязаниях спортсменка решила спустя три года перерыва в соревновательной карьере. Подробнее о турнире мастеров расскажем в следующем репортаже. Даже в отпуске Анна Архипова не может без спорта и покорения новых спортивных высот. Отдыхая в Крыму, девушка, несмотря на старые спортивные травмы, все равно решила вновь испытать вкус победы и отправилась покорять вершину не только Крымских гор, но и спортивного помоста в городе Коктебель. Я не планировала участвовать, я не видела календарь соревнований вообще никак. Для меня это была новость. Пришла в зал, у нас там ребята работают в Судаке, где отдыхала. Ну и говорят, Аня, слушай, соревнования будут в Коктебеле. Я говорю, ну классно, съездим, посмотрим. Почему посмотрим? А выступить? Несколько дней сомнений и решений принято. Правда, тренер Анна Владимир Калиниченко, когда услышал эту новость, посоветовал для начала найти приличную больницу. Итог – серебряная медаль и невероятное удовольствие от выступления. Тренер, узнав результаты, похвалил и поругал свою воспитанницу. С одной стороны, он понимает, что остановить спортсмена невозможно, если мы что-то захотим. А слушаться я его не могу, если бы он мне сказал, вот прям нет, все, не выступаешь. Скорее всего, я бы не выступила. Но и похвалил, потому что все-таки, ну, результат есть. В финальном подходе вес штанги Уанны равнялся 120 килограммам. Да и выступать ей пришлось не в своей весовой категории. А значит, и соперницы были и сильнее, и веса брали совершенно другие. Соперница такая у меня удивительная. Ей 56 лет. 56 лет. Женщина начинала с веса 145. 145. И закончила на 150 килограмм. О своей будущей спортивной карьере Анна Архипова говорит очень осторожно. Старые травмы дают о себе знать даже в повседневной жизни. Но испытывать чувство эйфории от победы тоже хочется. Особенно после такого успеха. Владимир Калиниченко предложил ей начать тренироваться снова. А это вселяет и силы, и уверенность в спортсменку. А значит, все впереди. Восточная мудрость гласит – мед, лекарство от стаболезней. Полезное и вкусное лакомство соровчане могут приобрести в Ледовом дворце. Там открывается выставка «Медовая феерия». С 23 по 26 августа в Ледовом дворце проходит ярмарка меда. Здесь вас традиционно ждет огромный ассортимент этого лакомства. Элитные сорта меда – липовый, гречишный, каштановый. Мед из чабреца и акации. Мед с маточным молочком, прополисом, мумием. Перечислять можно бесконечно. Кстати, есть здесь и один из самых полезных видов этого лакомства – мед с пергой. Там очень много витаминов, очень много аминокислот, очень много фолиевой кислоты. Это для гемоглобина очень замечательно, повышает гемоглобин. Его и детям дают, чтобы иммунная система укрепилась. Это для взрослых. Это и суставы, эндокринная система, для крови замечательно, щитовидка. Холестеринчик, у кого повышенный, он понижает этот мед. К слову о простуде, не за горами осень, укрепить иммунитет в сезон дождей и ветров и справиться с возможными последствиями неприветливой погоды поможет мед с прополисом. Его вы тоже найдете на медовой феерии. Прополис – это вообще и для детей, и для взрослых тоже замечательно, и от простудных заболеваний. Прополис – это в первую очередь простуды, бронхи, ангины, ларингиты, пневмонии лечат. Про целебное свойство мумиё ходит легенда. А представьте, что может мед с мумиё – это по-настоящему волшебное целительное средство. У нас с возрастом кальция вымывается с суставчиков. Мумиё способствует восстановлению. Также у кого переломы, например, это тоже кости укрепляет. Для крови хорошо, кровь чистят. И для иммунитета полезно. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове с 22 по 26 августа. Кстати, весь мёд пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 7 вечера. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.